Добрый день, мои хорошие, добрый день, уважаемые подписчики, гости моего канала. Снова с вами Николай Сомсик, агентство недвижимости Титул. Продолжаю вас знакомить с новыми домами, вернее, не с новыми домами, а с новыми обзорами объектов недвижимости, которые находятся именно в Краснодарском крае. Сейчас мы вместе с вами будем смотреть дом общей площадью 100 квадратных метров на земельном участке 15 соток. Дом, кстати, полностью кирпичный, со всеми удобствами. Кстати, тут есть сад, две спальни, кухня, гостина, туалет, ванна. И, мои хорошие, куча, куча хозпостройок. Сам дом находится в Краснодарском крае, Курганинский район, поселок Степной. Ниже в описании будет обязательно указан точный адрес. Ну и, конечно же, как вы любите, номер телефона собственника, где вы можете позвонить и задать вопросы, которые вас будут интересовать. Обязательно досмотрим этот ролик до конца. Почему? Потому что, мои хорошие, этот обзор для тех, кто планирует перейти на юг, покупку недвижимости, а также для моих хороших, которым просто интересно посмотреть, в каких домах живут на юге. Смотрим обзор этого дома. Мои хорошие, вот он перед вами, вот этот домик. Чуть-чуть неправильно сказал. Оказывается, дом полностью гипсоблочный, вернее, несущая стена гипсоблок. Облицон вот этим колхозным кирпичом, как мы его называем. Старенький кирпичик. Но, видно, что дом капитальный, неплохой. Кровля хоть старенькая, видно, коньки есть. У нас состояние кровли, в общем, нормальное, хорошее. Внутри, конечно, зайдем, все посмотрим. Но внутри, мои хорошие, по состоянию абсолютно нормально. Видно, что у нас здесь металлический забор. Ворота находятся здесь. И также, мои хорошие, располагаются у нас, вот, допустим, с той стороны. В принципе, перед двором территория абсолютно нормально. И обращаем внимание, что улицы асфальтированы. И по этой улице проезжают только те автомобили, которые живут именно, ну, я имею в виду, люди, которые именно вот на этой улице. Вот так, напротив соседей. И смотрите, вот так, с этой стороны. И плюс еще у нас вот асфальтирована дорога, такая некая основная дорога. Буквально от силы, ну, где-то метров где-то сто, даже может быть меньше. Вот, давайте с этого ракурса посмотрим. Обращаем внимание, какая у нас березка. Лавочка есть. Также обращаем внимание, что, в принципе, перед двором можно спокойно поставить автомобиль. А мой автомобиль длиннючий. И даже если захотеть, чуть-чуть, если его туда поставить, здесь можно поставить спокойно второй. Здесь у нас забетонирована территория. В принципе, бетон, хоть он не новенький, но, в общем, более-менее нормально. Понятно, что где-то здесь у нас такие некие потертости. А так, в общем, в принципе, неплохо. Что касается калитки и ворот, как я сказал, у нас ворота с той стороны. И также вот есть калитка с этой стороны и ворота, где вы спокойно можете загнать автомобиль именно в вот такой немаленький двор. Обращаем внимание, что он реально здоровучий. Здесь вот, если захотеть, можно хоть КамАЗ загнать, хоть три легковых автомобиля, либо две Газели. Легко и по высоте, кстати, на вес абсолютно это позволяет. Что касается вот самого дома, нареканий по дому, по качеству, я имею в виду, стен нету. Везде я походил, посмотрел, трещин нету. Кстати, радует, что здесь у нас сокольная часть высокая. Минимум где-то сантиметров 70-80 абсолютно нормально. Окна здесь поменены. Щетчик тоже торса, так подвод к щетчику тоже. Сейчас мы это тоже убедимся. И обращаем внимание, что у нас, мои хорошие, везде практически тень. Я имею в виду, здесь все сделано так, чтобы вы спокойно зашли. И у вас везде по окружности самого дома, где бы вы ни ходили, практически будет тень. Особенно, допустим, вот как сейчас я стою во дворе. Что касается состояния бетона. Видно, бетон старенький. Видно, что в некоторых местах он латали, как мы его называем. Ну, а так, в общем, смотрю, абсолютно нормально. С этой стороны у нас, получается, соседний дом. Даже вот от соседей хорошая тень идет, по-другому никак не могу сказать. И давайте вот с этого ракурса сейчас я подойду, покажу вам, чтобы вы понимали и чувствовали, какой по состоянию абсолютно дом. Ну, как я сказал, вот видно, трещин нету, пластика в окна есть, отмазка тоже присутствует, мои хорошие. С этой стороны обращаем внимание, милые дамы, это ваша территория. Березку мы тоже с вами это видим. Давайте сейчас я ближе подойду сюда, вам покажу. Вот видно электрический счетчик, люди поменяли, вот с этой стороны. В той части у нас хоз двор. Мы зайдем, о, уйти чуть-чуть испугались. Мы с той стороны обязательно это все подойдем, посмотрим. И вот эти ворота, которые я говорил, что в принципе можно здесь спокойно загнать технику. И вот это хоз помещения, их очень много, реально очень много. Тоже сейчас будем с вами изучать, мои хорошие. Так, теперь двигаемся дальше. Потихонечку, вот это я не знаю, как называется растение. Ну, тени очень много именно вот здесь. В домик мы обязательно с вами чуть попозже зайдем. Тоже крыльцо по состоянию, в общем, нормально. Газ тоже подключен. С этой стороны у нас, мои хорошие, тоже обращаем внимание. Давайте вот так сейчас разверну, чтобы это все увидели, прощупали. Навес, конечно, здоровенный. Кстати, радует, радует, что навес идет шиферный. Я к чему хочу сказать, что жары здесь вообще не чувствуется. Просто если был бы металл, мои хорошие, учитывая сегодня у нас, вот сейчас я подъезжал, у меня на автомобиле было 34 градуса, а уже у нас 2 часа дня, ну, реально бы сейчас вот от металла жара была нереально. Видно, что люди вот эту часть покрасили кирпичом, ну, кирпич другим цветом. Вот обращайте внимание, что он выделяется. Хозяюшку спросил, зачем сделали. Говорит, да, просто вот так решили сделать и все. Ну, видно, ничего не замазано. Я внимательно тоже это все посмотрел. Специально сейчас вам это все покажу, чтобы вы понимали. Просто бывает, люди красят, когда там, допустим, что-то замазали или еще что-то. Но, по крайней мере, ничего я не вижу. Вот так, внимательно до того, когда вот сейчас начал снимать, я внимательно с хозяюшкой это все походил и посмотрел. Оцениваем состояние бетона здесь. Тоже понятно, что в некоторых местах надо будет подлатать, переделать. А так, мои хорошие, в общем, ну, я скажу, грязи, по крайней мере, не будет. Вот, по крайней мере, не будет. Теперь смотрите, здесь у них вход в котельную. Сейчас зайдем с вами потихонечку. Теперь смотрите, фиксируем вот такой некий переход. Вот, вот обращайте внимание здесь, а потом потолок у нас вот ниже. Вот сейчас специально вот так покажу. Просто, когда мы с вами зайдем в кухню, вот здесь у нас кухня, вот здесь кухонька, а вот здесь у нас ванная комната. И вы, чтобы вы поняли, почему так сделали. А сделали из-за того, что здесь у нас типа котельная, бойлер. Вот, допустим, бойлер вот этот в зимний период. Сейчас даже вам поярче вот так сделаю. Вот, отлично. Этот бойлер для того, чтобы в зимний период, а вот это у нас в летний период. Чтобы вы знали, понимали. А так вот, смотрите, здесь у нас все забетонировано. Что касается котла, мои хорошие, котел здесь старенький. Он в рабочем абсолютно состоянии. Захотите его полностью поменять. Газ, он подключен. Газ все это официально подключено. Но я к чему говорю, если он, допустим, вам не нравится, можете спокойно его поменять. Единственное, что... А, это у нас датчик подведет. Думаю, что такое замотано. Это датчик температуры. И вот, смотрите, вот такое некое полуподвальное помещение. Здесь уже пониже на полу. Обращаем внимание. Сухо абсолютно не... Ну, вообще вот ничего, никакого даже намека нету, что здесь когда-то вода была. И вот это у нас канализация. Септик обязательно покажу вам с той стороны. Здесь вот такие ступеньки. Раз, два, три. Ну, и вот это четвертая площадка, чтобы зафиксировали, знали. Дальше двигаемся. Давайте вокруг дома сейчас пройдем это все, посмотрим. Ну, здесь у нас вот эта труба. Так, труба, труба, подождите. Труба, труба. А, все, я теперь понял. Вот она, вот такой гофрой соединяется от котла. Все, теперь я понял, почему так труб. Вроде бы котел там, а труба здесь. Все, это тоже зафиксировали. Давайте сейчас посмотрим внимательно стены. Стены нормально тоже. Здесь у нас вот так забетонировано. Грязи не будет, мои хорошие. Так, все здесь вроде бы хорошо. Смотрим, смотрим. Ну, окна везде пластиковые уже отлично, замечательно. Давайте вот так сейчас чуть-чуть пройду. Разверну камеру, чтобы вот так все понимали и зафиксировали. Вроде бы все видно, мои хорошие. Так, ну, водосливной системы тут нету. Но она как, по бокам вот сюда будет стекать. И с той стороны. Теперь смотрите, здесь стена. Стена тоже абсолютно нормальная. Видно, отмостка есть. Стокольная часть мы назовем это штукатурка. Но она есть штукатурка, мои хорошие. Единственное, что можно будет в черный цвет или вот, как, допустим, темно-серый цвет здесь покрасить. И будет еще намного лучше. А так, кирпичи хоть старенькие, но, в общем, нареканий нет. И давайте вот сейчас подойдем сюда, мои хорошие. И зафиксируем с этого ракурса. Да, вот водичка у нас будет стекать вот на этот угол и получается на этот. Конечно, водосливную систему желательно это все до конца, до ума сделать. Почему? Потому что, видите, угол вот этот темненький. И когда вот эта вода все именно туда идет, она по-любому вот эту часть будет бить. Конечно, желательно все это сделать. А так, в общем, вот я же говорю, в общем, пока все хорошо. Теперь хоздвор. Вот эта часть, она вообще не забетонирована. Здесь у нас видно, как, знаете, хранение, будем говорить, телеги. Здесь у нас такое некое хозпомещение. Тоже сейчас зайдем. Сейчас все, мои хорошие, посмотрим. Все. Я, если честно, что-то вот какой-то сегодня усталый. Вчера, блин, столько намотал километров, мои хорошие. Вот стараюсь сейчас выжать из ролика максимально, чтобы был позитивный ролик. Да будет все нормально. Вон, смотрите, какое будущее мясо бегает. Дальше двигаемся. Здесь у нас территория для, я так понимаю. А, ну да, здесь у нас для комбикорма в будущем делать. Вон, дробилка, зернохранилище мы его назовем. Двигаемся сюда. Ох, бройлер какие. Даже два бройлера тоже, в принципе, тоже территория такая нормальная, мои хорошие. Везде, в принципе, здесь дверь. Также мы видим здесь дверь. Уже хорошо. Кстати, кровля, давайте посмотрим. Кровля, я скажу, для сарайчика зачет. Здесь у нас вот такое немаленькое дерево. Это у нас уже на территории соседа по-любому. Дальше двигаемся. Здесь хост двор. У нас даже вот клетки с этой стороны, смотрите. Тоже, кстати, хозяйка ничего забирать не будет. Все это остается. Так, ну я так понимаю, территория для лути. Тоже хорошо их домик. Уже раз, два, три. Три как бы бокса. Здесь у нас. Давайте тут. Ну тут для хранения нужных, ненужных вещей, как я это все называю. Называю, вот видно, в общем, а здесь вот видно, то ли свиньи когда-то держали, или кого-то, чего-то. Тоже, в принципе, территория такая нормальная. Давайте сейчас вот подойдем сюда, посмотрим. Ну да, здесь какую-то живность по-любому держали. В принципе, если вот это все убрать, я скажу, ну территория нормальная, я имею в виду, для хозяйства. Я так вижу здесь вот это ворота. И можно, если что, я не знаю, там скотину туда везти, ну я не знаю зачем, но сейчас ту территорию тоже с вами посмотрим. Когда будут ливни и дожди, это все будет стекать и вот уходить в сторону огорода, я так понимаю. Теперь двигаемся дальше. Сейчас посмотрим летнюю кухню. Там, кстати, такая, будем говорить, находится типа летняя, ой блин, как русская печка. А, вот тут еще я не заходил. Давайте сейчас зайдем сюда. Вот еще здесь у нас, смотрите, вон они клетки. Также вот здесь вот видно курятник. Отлично, слушайте, ну курятников сколько, мама милая, их прям очень много. И обращаем внимание, смотрите, здесь у нас клетки. Ну, я так понимаю, что можно и для кролей, и для нутри, и для кого угодно. Здесь вот такой у нас некий металлический помост и два отсека. Получается это для, видно, для курей. Все тоже зафиксировали. И вот здесь у нас тоже, ну или нет, для курей, кого угодно. Слушайте, ну ходят в помещение, мои хорошие, прям их очень много. Вообще, прям, прям, прям очень много. Дальше двигаемся. Так, мы тут были. Идем дальше. Ух ты, чуть не ударился. Теперь, смотрите, здесь у нас, мы ее назовем типа летняя кухня. Вот специально так чуть-чуть отойду, чтобы вы это все видели, понимали. Чуть солнышко светит в объектив. Ну, все понятно, да? Видно, что вот эта часть кирпичная. Это, скорее всего, тоже будет кирпичная. Смотрите, заходим сюда. Это летний вариант кухни. Дверцу сейчас закроем, чтобы было более-менее наглядно. Здесь компотик стоит. Здесь подключен центральный газ. Пластиковый потолок. Высота потолков здесь от 2,10. Ну, в принципе, для летней кухни абсолютно нормально. Для закруток и так далее вообще будет идеальный вариант. Здесь деревянная дверь. И вот моя хорошая русская печка. Ну, может быть, она не полноценная такая, прям как надо. Но пироги вы точно можете печь на Пасху. Это 100%. Здесь вот видно забетонировано уже хорошо. Потолок тоже где-то 2,2,10. Ну, в общем, для летней кухни, мои хорошие, в принципе, неплохо. А здесь еще вот такая дверца. Смотрите, здесь у нас, как мы ее назовем, можно кладовка как угодно. Здесь у нас дверь с этой стороны, можно зайти, если необходимо. Здесь двери вот тут нету. Просто вот дверной проем. Обращаем внимание. Но, по крайней мере, мои хорошие, подвал есть. Я имею для закруток и так далее. Обращаем внимание, что здесь он практически в рост человека. Ну, может быть, чуть-чуть нагинаться будем по-любому. Ну, по крайней мере, давайте лучше спущусь. Будет более-менее нормально. А то сейчас будете меня ругать. А то раньше в подвалы залазил, а тут я... О, здорово. А ты что ходишь тут, а? Поздоровайся, сверя мурлыкай. Она, помурлыкай. Вот ему хвалюще. Ой. Ты кто там, самец или кто? НДП, смотри, писька есть. А, ты девка, наверное, она. Девка, не. Ну, если был бы пацан, тебя домой бы забрал. Вот я люблю котовая. Я какой счастливый. Так, не мешай мне. Давайте зайдем. Ну, да, вот, на гимназию чуть-чуть, но... Мои хорошие, кто об этом мечтает? Давайте сейчас свет включу, поярче. Смотрите. Вот так, и маке. Баночки, смотрите, прикольно. Молодец, хозяюшка. Компотики с черешни. Молодец, прям много закрутовки. Тут варенье. Если честно, уже слюнки потекли. Сейчас хозяйка будет ролик смотреть. Ах, куда ты негодник залез? Ты, а ты что лезешь сюда? Все, и здесь смородина. Супер, молодцы. Ну, а так, смотрите, вот. В общем, нормально. Здесь не забетонировано, чтобы все дышало. В общем, мои хорошие, пока все приятненько. Выходим с бомбоубежища. Потихонечку. Слушай, ты завелся. Ты так мурлыкаешь. Я же тебя внизу там слышу. Пойдем со мной. Пошли, пошли. Выходим. Дальше здесь. Ну, знаете, вот раньше рилиум. Там, не знаю, мотороллер держали. Еще видят такие, типа, маленькие гаражные ворота. Но на самом деле здесь, типа, мастерской. Вот, обращаем внимание. Понятно, что тут вещами все забито. Вот, поярче сейчас делаю для вас. Мы ее, скажем, мастерская, моя хорошая. Вот так это выглядит. В принципе, он и мотоблоки, велосипеды, скамейки и так далее. Здание кирпичное. Вот видно. Да, это здание. Вот это, получается, кирпичное. А вот это, где кухня, видно шлака. Заливная, как я его называю. Что-то с подвала вылезо. Что-то. О, ты опять сюда прибежал. Киська, пошли. Все, здесь мы все увидели. Дальше двигаемся. Тут надо же... А, душ, мои хорошие. Тут самое главное же душ. Я про него вообще забыл. Ага, душ, с этой стороны проход. О, тут у нас даже душ на две комнаты. Вот так, знаете, как заходим здесь. Разделися. Опа. Ну, тут что-то иголами залезли сюда. Вот, бочка есть. Только крана будет поставить личку. А так все, в принципе, нормально. Ну, я скажу, душ, он обязательно нужен. Нужен здесь металлический. А, нет. Это собор из плоского шифера. Теперь, мои хорошие, смотрите. Здесь, кстати, вот соседи, если что. Чтобы вы видели, кто здесь находится. И смотрите. Здесь у нас колодец. В доме есть центральный водопровод. Здесь колодец для... Ну, будем говорить, вдруг вы захотите машину помыть. Допустим, для скотины, для живности, для полива. У вас вот именно с этого колодца опустили мотор со шлангой, с клапана. И в бой, как говорится, поливать. Здесь у нас вот так тоже забетонирована дорожка. Здесь вот такая некая калитка. Тоже уже хорошо. Здесь у нас уличный туалет. Ну, мои хорошие, имейте в виду, в доме туалет есть. Это тоже фиксируем. Здесь сад хороший. Ну, в плане деревьев. Тут их очень много. Давайте мы сейчас все равно еще доходим по хозпомещениям. Потому что тут они у нас есть еще. Здесь у нас помещение вот такое. видно уже для банок склянок. Короче, тут, мои хорошие, знаете, сколько потайных мест для того, чтобы прятать свою заначку. И смотрите, вот у нас еще вот такое, такая некая территория. Сейчас зайдем посмотрим. И давайте вот с этой стороны тоже зафиксируем, ну, сам участок. Здесь когда-то был старый саратчик. Собственники взяли его, снесли. Ну, и вот так оно осталось. Теперь заходим сюда. Здесь, я так понимаю, что держали когда-то, я так понимаю, бычков или свиньи. Ну, территория такая тоже достаточно. Сарай тоже капитальный, немаловажно. Да, скорее всего, бычков. И вот здесь вот такой некий проход. И выходим вот на эту сторону. Смотрите. Это вот у нас вот такая некая калитка. С той стороны я стоял, где у нас ути. Если что, можно открыть и зайти сюда. Ну, тут некоторые деревья, по-любому, лично мое мнение, снести. Здесь то же самое для утей, гусей, курей. Смотрите, он петух бегает. Территория такая. А касается септика, мои хорошие. Вот он септик. Он небольшой. Вот на вот эту территорию. Хозяйка сказала, раз в 3-4 месяца. Она его выкачивает. Просто в огород шлангу уложит. И это вот по этой шланге выкачивается. Если что, вы можете вот спокойно загнать гомновоску туда. Шланга где-то тут метров 20, если вот она доедет до той калиточки. Спокойно и выкачиваете. Опять же, если это необходимо. Самое главное, что это я все показал и рассказал. Теперь давайте дальше двигаемся касается самого огорода. Огород же не показал. Ну, давайте вот мы... Ты меня преследуешь, да? Так, давайте вот мы именно отсюда сейчас зайдем. Смотрите. Вот мы пошли с вами сюда. Здесь вот такой некий виноградник. Понятно, где-то что-то подправить, что-то под себя сделать. Двигаемся. Кстати, здесь вот эта труба. Это сделана труба для полива. Потом от колодца подсоединяете и спокойно можете огород поливать. Здесь у нас вот такие некие зеленые насаждения, как мы его назовем. По-другому никак. Черешня вот перед вами. Это вот это строение, которое я сказал, что его завалили, убрали. Давайте вот с этого ракурса еще раз посмотрим. В принципе, территория абсолютно нормальная. Двигаемся дальше, мои хорошие. Цветочки. Здесь видно, что соседи ухаживают за участком уже хорошо. В этой части мы видим фундук. Кстати, фундук неплохой. Кизил, мои хорошие. Смотрите, вот он кизил. Кизил, кстати, очень хороший компот. С него бомбический, я по-другому не скажу. Яблоки тоже. Яблоня молодая, но урожай дает такой душевный. Это тоже немаловажно. Плюс еще яблоня. Смотрите, вон сколько облеплено яблок. Здесь у нас вон дальше идет, я так понимаю, вдалеке вроде бы груша. Да, похоже на грушу. Малины тоже, в принципе, вот в ряд это все малина очень много. Здесь, смотрите, у нас слива тоже есть. Урожай, в принципе, по огороду, в общем, нормальный. Вон еще яблоня. У нас там вишня. Боярышник даже растет. Ничего себе, это уже граница с соседями. Здесь у нас, получается, вот там еще вишня, вот там еще виноград. Ну, давайте вот так пройду. Сейчас вам специально это покажу, чтобы вы знали и видели. Вот так сейчас пройдем. Вот это все территория. Ну, блин, деревьев тут очень много. Вот если так взять, посчитать, я думаю, больше 20 деревьев будет по-любому. А, вот тут у нас еще, видите, вот такое пространство. И смотрите, оречник даже вот какой большой. Кстати, он стоит на этом участке. Отлично. Вот вообще отлично. Везде те не в огороде, и во дворе, и перед двором. Кстати, вот эта груша, она хоть мелкая, но будет вкусная. Да, такая старенькая груша. Ну, вкусно. Вот еще вишня, черешня. Вот она, черешня. Тутовник. В принципе, тут вот такие грядки у нас, мои хорошие, тоже. Кукушка. Ля, бегает пацан за мной. А, девка. Я же забыл, что это девка. А, и тут, смотрите, вот еще такая территория. Куры с той стороны заходят тоже. В принципе, зафиксировали. Здесь вот такая дороженька простенькая. И теперь двигаемся, мои хорошие, сейчас к домику. И все сейчас с вами посмотрим именно внутри. А внутри, как я сказал, две спальни, кухня, гостина, туалет, ванна. Это тоже немаловажно. Самое главное, что дом капитальный. И в доме есть все удобства. Может быть, кому-то нужна еще одна спальня. Но что есть, то есть, мои хорошие. Что касается крыльца, крыльцо видно, в принципе, неплохое. Даже у нас вот такой забетонировано под камушками. Отшлифовано, в принципе, приятно смотрится. Дверь видно здесь у нас. Кстати, здесь вот это пластиком обшито. Визуально смотрится я, ну, такого вау нету. Ну, в общем, аккуратненько. Здесь давайте сейчас зафиксирую. Покажу, как это выглядит. Дверь, в принципе, ну, нормальная, деревянная. По крайней мере, закрывается. Так, ну, в принципе, дверь открылась хорошо. Замок работает. И давайте сейчас зайдем. Это прихожая, мои хорошие. Давайте сейчас так чуть-чуть я прикрою. Поярче сделаю, попытаюсь свет для вас. Сейчас свой прожектор. Отлично, все супер. Так, мои хорошие, вот она прихожая. Прихожая, смотрите, здесь высота потолков, если брать прихожая, где-то 2,30-2,35. Потолок видно, что пластик. Обои поклеены. В общем, выглядит неплохо. Что касается полов, мои хорошие, обращаю внимание, что здесь стяжка, и сверху у нас получается плитка. Это немаловажно. Это не деревянный пол, это нормальный, ровненький пол. Что касается окошечка, здесь окно у нас деревянное. Смотрите, здесь вот... Кстати, как раз газовый счетчик увидел. Вот, смотрите, газовый счетчик. Здесь окно деревянное, без форточек, но в доме вы имеете в виду, что полностью окна пластиковые. И здесь у нас вот такое окно небольшое, и то же самое вот с этой стороны. Счетчик... А, это у нас рубильники, когда-то счетчик был. Да, счетчик на улице, извините. Я вас проверял, мои хорошие. Теперь, смотрите, здесь у нас дверь. В принципе, дверь хоть темненькая, но открывается, закрывается неплохо. Даже если что, тут есть ключ, если что, раз так раз, замкнулся, и все. Теперь, смотрите, вот тут у нас уже вот такой некий коридор, там, я не знаю, холл, как хотите, так и называйте. И смотрите, вот эта дверь первая, которую видите, это гостиная. Дальше идет спальня, другая спальня, и получается кухня, с кухней туалет-ванна. Высота потолков тут уже, мои хорошие, побольше. 2,80 это минимум. Здесь сейчас мы видим натяжной потолок, поклеенные обои. В общем, все приятненько смотрится. Понятно, что, может быть, где-то что-то слегонца отклеивается, но, в общем, визуально, скажу так, зайти жить можно. Что касается пола, здесь стяжка, сверху мы видим ламинат. Ламинат, в общем, неплохой. Здесь у нас вот ламинат уже вот гостиная по цвету другой. Теперь смотрите, здесь у хозяюшки получается, что гладильная доска. Багет, видно, в некоторых местах чуть-чуть отклеился, сразу говорю. Но обои, если брать сейчас вот именно прихожую, в общем, неплохой. Видно, что здесь дверь вот одна, другая здесь другого цвета. В этой части мы видим зеркало. Ну, я думаю, вам и так понятно все это сделать. Давайте сейчас вот лучше вот так закрою. Закрою, вам будет еще будет лучше и понятно. Ну, коридор, конечно, длиннючая ширина. Тут почти 2 метра будет точно. Дальше. Здесь давайте вот кухоньку посмотрим. Вот она сама кухня. Смотрите, вот у нас давайте про окошечко. Окна здесь открывания и так. И получается вот так. Здесь толщина стен сейчас я вижу больше 30 сантиметров. Здесь, смотрите, напоминаю, что идет гипсоблок и кирпичом облицованный. Окно на открывание. И вот с этой стороны зафиксируем. Что касается самой кухни, обращаем внимание, что здесь стоит кухонный гарнитур, газовая плита, вытяжка. У нас, допустим, к сожалению, не висит, но есть выход вот сюда, видите, вот. Или вот это, ну, скорее всего, вот это. Получается под вытяжку. Можно все повесить. И можно даже спокойно 2 шкафа еще сверху повесить. Плитка, видим, тут есть, мои хорошие. Здесь подведен центральный водопровод. Имейте в виду, что вот именно в дом подведена питьевая. Это центральный водопровод. Она не вонючая, прозрачная, абсолютно нормальная вода. Здесь, помните, да, мы были с вами в подвале. И здесь получается бетонное основание. Обеденный стол, где вы можете семью кушать. В принципе, если захотеть, можно развернуть его в другую сторону. И уже намного больше людей поместится. Ну, вот такая территория. В принципе, здесь вот, допустим, этот стол лишний, вот этот стол лишний, вот чуть-чуть вот неправильно стоит. И здесь уже такая бы кухня была намного бы более. Лично мое мнение, я бы кухонный гарнитур вот именно перенес вот на эту сторону. Личное мое мнение, здесь видно, что потолок просто зашпаклеванный. Не натяжной потолок. Его желательно чуть-чуть вот видно, что они начали его шпаклевать. Но не финишная шпаклевка. Я имею в виду, надо еще слой сделать. Обои так по состоянию нормально, но в будущем переклеить надо. Я сейчас объясню почему. Потому что вот смотрите, вот я думаю, вам это видно. Так они не заляпаны, не порваты. Просто чуть-чуть может быть неправильно поклеены. И все, так в общем кухня нормальная. Теперь смотрите. Видите вот эти ступеньки? Вот. И помните, да, когда я заходил в котельную, вас застрил внимание по поводу выступа. Чтобы вы понимали, здесь поднимаемся. Видим вот такую деревянную дверь. И тут у нас получается вот такая, ну получается ванная комната. Здесь помещается стиральная машинка. Даже две. Раковина, унитаз. Ну и конечно сама ванна. Здесь все простенько, без фанатизма. Ну по крайней мере, в общем нормально. Единственное может быть унитаз. Вот видно такой, знаете, там начало 90-х годов, 80-х. Здесь на полу видим плитка. Теплых полов тут нет. Туда в принципе не надо, потому что под нами получается котельная. Ну вот под ногами вернее. И там тепло оттуда по-любому будет идти. Что касается обоя. Это обои жидкие, или как правильно их назвать. И, ну, они, я их визуально как называю камушки. Ну это вот такие обои. А вот здесь получается вот кафель. Вот именно сама ванна. И вот до раковины. Вернее, за раковину. Здесь у нас это все в плитке. Что касается отопления. Отопление вот идет. И также здесь. И проходит вот где расширительный бак. Сейчас видите. Потолок видно пластик. Это все понятно. Все здесь понятно. Я представляю, какие будут комментарии. Именно касается вот этой ванны. Так, подождите, мои хорошие. Вот две спальные. Мы в гостиную в самую последнюю очередь пойдем. Теперь смотрите. Я думаю, вы видите, двери разные. По крайней мере, открывается, закрывается. Все это видно и понятно. Заходим. Я сначала думал, маленькая такая узенькая спальня. А потом раз, заходим. И вот она спальня. Ну, она такая с неким выступом. Обращаем внимание, потолок по высоте нормальный. Здесь вот видно потолочная плитка. Обои все это поклеено. В принципе, видно, что двуспальная кровать, моя хорошая, помещается. Даже телевизор. Давайте мы посмотрим с вами, что у нас здесь на откосах. Вот мы видим откосы с этой стороны. И также с этой стороны. Ну, касается откосов, личного мнения, я бы их пластиком специальным бы сделал. И все было бы намного интереснее. И окошечко открывается. В принципе, нормально. И вот, смотрите, чугунные радиаторы. И смотрим, видно, что двуспальная кровать помещается. И вот, ну, в принципе, моя хорошая спальня. Обыкновенная спальня. Теперь переходим в другую спальню. Кстати, здесь у нас ламинат, а под ламинатом стяжка. Теперь смотрите. Здесь у нас спальня. Дверь немененая. Ну, старенькая, видно. И заходим уже вот. Она более такая поболее. Более ровненькая спальня. Это здесь ремонтик не делали. Вот во всех комнатах сделали. Здесь не сделали. Здесь на полу получается деревянный пол. Везде, вот, допустим, во всех комнатах содрали полы. Засыпали ГПС. Сверху сделали стяжку. И положили ламинат. Здесь этого нет. Ну, в общем, полы нормальные. Я имею в виду, там сильных таких критических перепадов ничего нет. Скрипов нет. Сейчас буду уходить. Я надеюсь, вы все будете слышать. Или не услышите. Теперь смотрите. Потолочная плитка. Здесь вот видно вот в том углу чуть-чуть бугорчик. Ну, это отмазанка, как мы ее называем. Теперь давайте пол. Я думаю, вам вот так будет все видно. И вот здесь обои переклеить надо. Я думаю, вам это все видно. Все понятно. Обои на обои переклеить. Здесь, ну, видно, что очень старенькие обои. Везде вот видно, что обои нормальные. А тут прям кидается в глаза, что их надо переклеить, мои хорошие. И смотрите. Давайте вот посмотрим здесь окно. Здесь у нас окно. Откос выглядит вот так. Здесь чугунный радиатор. Мы это все видим. И окно, которое выходит в сторону улицы. Окно, в принципе, хорошо открывается и закрывается. Эту часть мы зафиксировали. Двигаемся в самую большую комнату. Под названием гостиная. Гостиная вам понравится по площади. И она здоровенная. По-другому вам не скажу. Но реально она очень большая. Дверь уже, видно, тут такая современная. Видно. И смотрите. Заходим в нашу красоту. Обращаем внимание на немаленькую гостиную. Здесь видно больше 20 квадратных метров. Натяжной потолок. Все аккуратненько. Вот видно кондиционер. У нас три пластиковых окна. Что касается полов. Здесь стяжка. И сверху вот такой ламинат. Он отличается по цвету с прихожей. Ну, я думаю, вам это вначале, вы это все увидели. Что касается мебели. Имейте в виду, мои хорошие. Основная часть мебели остается. Это тоже немаловажно. Здесь у нас по стенам обои поклины. Допустим, здесь в одном стиле. А в этой части в другом стиле. Что касается багетов. Багеты, да. Вот видно, что отошли в некоторых местах. Гвоздиками их закрепили. Ну, мои хорошие, по крайней мере, в этот дом зайти жить можно. Опять же, под себя понятно, что надо будет в будущем что-то сделать, переделать. Комната довольно светлая. Абсолютно довольно светлая. Теперь смотрите. Давайте посмотрим вот эту часть. Здесь у нас чугунный радиатор. Окно здесь у нас, получается, без открывания выходит в сторону улицы. Ну, где у нас березка. Вот так вот это окошечко выходит на эту сторону. Дальше. Здесь у нас то же самое, только уже окно с открыванием. Это тоже мы видим с вами. И здесь чугунный радиатор. Кстати, чугунный радиатор прям с запасом. В этой части получается окно тоже на открывание. Смотрите. Вот видно. Это уже вот во двор. И смотрите. Вот здесь отопление вот по вот этим трубам. В общем, неплохо. Вот так посмотрел. Обойки на первое время, мои хорошие, абсолютно хватит. Но в будущем желательно, конечно, ну, лично мое мнение, их переклеить. Опять же, это я сейчас говорю свое мнение. Ну, что, мои хорошие, посмотрели с вами очередной взор недвижимости домика общей площадью 100 квадратных метров на земельном участке 15 соток. Ниже в описании, как вы любите, будет указан точный адрес и номер телефона собственника, где вы можете позвонить и задать вопросы, которые интересуют вас. Мы увидели, что двор не маленький, есть навес, есть капитальный уход в постройке, в доме две спальни, кухня, гостиная, туалет, ванна, все удобства. Понятно, что на вкус и цвет товарища нет, моя задача показать, а ваша задача уже принимать решение, стоит этот дом рассматривать или нет. Здесь есть школа, садик, есть медпункт. Также тут, в принципе, на автомобиле где-то 15-20 минут вы доедете до города Курганинска, потому что основная работа это в городе Курганинске. Но, в принципе, маршрутки ходят без проблем в магазины, все, что необходимо здесь, есть, пусть поселок здесь небольшой, но, по крайней мере, здесь, вот, допустим, магазин в шаговой доступности. Мои хорошие, обязательно напишите мнение касается этого домика, подпишитесь на мой канал, ждем с вами очередной обзор недвижимости. С вами был Николай Сомсиков, всем пока-пока.